друзья это не наш иммигрантовоз это ориентованная машина очень симпатичная это хендай санта фе вот наталья вы видите она тут с какой-то камерой прикольный наташа что за камера камера это у меня canon vixia mini x они уже не продаются и если ты хочешь купить она стоит 2000 долларов хорошая камера очень хорошая у нее очень хорошая как сказать тебе антик очень хороший захват а это такое а это гремлин у света тоже гремлин это у нас из белоруссии отгоняет духов смысле ну способствует способствует пищеварению вот сюда друзья привела нас судьба мы испугались ходить в этот ресторан вот это ресторан хотя может быть зайти глянуть что там я даже не знаю в общем вот в этом чудовищном месте мы оказались с натальей наташа расскажи а как ты вообще нашла это место как мы сюда попали я смотрю на карту так тыкаю можно сказать пальцем смотрю написано форт пирс да ну здесь будет неплохо какой-то ресторан показывает мне 5 звезд да я думаю давай может быть зайдем а получается что ресторан а мы тоже мы тоже получили удовольствие от проезда поэтому форт пирса я просто думал что это уже бывало там ну что друзья впереди вы видите лексус натальи я не знаю кто них там за рулем по моему винсент сидел за рулем в общем мы поняли что в этом месте мы не поедим по двум причинам 1 она как это жуткая второе она закрылась она закрылась его вообще в природе в природе его нет ночью да мы сейчас поедем через мост тут есть такой мост который идет на остров какие полчаса 4 мили да но до тридцать четыре минуты 1 и 7 . давай так мы едем за винсентом а ты уже тогда смотри значит желательно конечно так не отставать вот мы над каким-то вот этим самым проливом до на острове наверное там подороже я не знаю что там 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 красивые громадные гостиницы вот я сейчас вижу стоя это мы пережили что мы переезжаем часть какой-то полосу полосу воды отделяющую материк от острова вот вдоль вдоль атлантического побережья флориды очень много островов таких длинных вытянутых вот мы сейчас переезжаем на такой остров а оживем мы света возле канала отделяющего остров от материка да там где мы живем в майами слушайте очень прилично так чисто внешне чисто внешне очень приятно это не то что там да может быть тут действительно есть где покушать то есть чисто внешне слайд рай да я думаю что здесь можно нормально поесть потому что кушать хочется друзьям кушать хочется наталья совершенно не изменилось у меня на самом деле нет ощущения что мы с ней у меня тоже самое ощущение что мы видели совсем недавно и винсен совершенно не изменился и наташ помню я не могу совершенно как-то изменилось вот у нее на машине почему-то сбоку какие-то она просто наклеила своя риэлтор теперь ну и что правда пойти почитать друзья я с камерой приближусь к ее автомобилю я вам прочитаю ну здесь уже приятно правда то есть мы хатчинса вещь называется хатчинсон айленд друзья хатчинсон айленд это то где мы с вами сейчас ездим не новые дома ну такие видно что они из благородства ну как бы культурно друзья вот такое ощущение первое что это пенсионерская какой-то комьюнити для люди живут уже на пенсию мы не знаем но не знаем учили фальмы но культурно родненько слева тоже сыраюшки такие стоят драны яду там яхты влюди на между яхтами и дороги сыраюшки драны но вот так вот то что вы справа видите она симпатична на слева яхта это говорит о том что у нас бензин в два раз дороже да почему так получается я не знаю так мы видели дорожные заграждения на которых было написано баррикады по-испански ну как приехали да так мы действительно очень близко ну мы прямо пеликан яхт-клуб видишь как слева это я я думаю что это для разных людей он впереди какие-то апартменты как у нас он этот самый а мы куда должны заявить ну за ними и конечно плаза хотел а я думал апартменты а это плаза хотел друзья вот так и раз и ошибиться можно в жизни уже тут такие лужи а у меня тапочки а мы по сухому с тобой пройдем светлана мы с тобой пойдем по малю аки по суху да мы с тобой пройдем ну ты сильно далеко не заходи там нет ну в общем пойдем смотреть куда мы попали друзья вы видите значок да я бы картиночка что приклеила наташа наташенька на что он магнит солнышко а почему 2 почему пчелка а вот она так называется моя моя брокер она вообще а с германией у нее бриджи бриджи она называется берет и мы как вроде все пчелки и все мы мысли пашу и и все называют бит то есть у нее имя бит ну везде грубо говоря мы мы пашем как пчелки от вашими покупками правильно все понимаю вы видите друзья какие-то позеленевшие бревна вон там гостиница тут к ней написано не не нарушать не перелезать так бассейнчик такой непонятно чей бассейнчик наверное там слева тоже гостиница вы видите такой как бы порт марину такую там с катерами сейчас мы попробуем глянуть это ресторанчик в который мы идем тут такая повышенная вигвами стость это наверное можно прямо здесь о это для музычки у них тот джаз бэнд но вообще-то подтекает вы видите что у них тут этот крыш что подтекает прям как у настоящих туземцев вообще потрясающе это все стоит так это наверное кресло в песок что ли ушло туда но нет она просто кривое изначально так она просто изначально кривое ничего себе люди вот так ой так а балдеть а вот так не пускают видите здесь да надо только вот для тех у кого лодки так что посторонние не ходили я конечно могу перепрыгнуть мне не сложно но это неприлично друзья неприлично так давайте подойдем с камера вот мы все вчетвером так что фотографии будем не фотографии поболтаем хоть цвета иди сюда и болтать прямо 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 в натальянную камеру я очень рада что вот видите встретила так счету портновых которых две камеры две камеры вот видите 1 снимаем так 2 так и мы так здорово значит встретились но к сожалению я их привезла такое место неудачно нормально мы исправили самое главное с кем встретиться а не где встретимся вот именно мы со света обменялись по этому вопросу и пришли к выводу что ощущение такое что мы с наташей видели совсем недавно 4 года 4 года это можно классно здорово весело я конечно так рада что я туда съездила и у меня гузаль то есть подружка теперь до зале приезжают ко мне от наши гузова ваша кузова так приезжают гости это хорошо как сестра вот ресторанчик друзья видите крышу ободрана и наталья говорит а что говорит у вас тут можно снаружи можно внутри то есть имея ввиду что есть еще внутри а он не говорит а это идет вас рассматривать внутри это внутри слушайте может еще куда-нибудь поедем почему классно нет обалдеть конечно нет и это не очень нравится мне мне уже очень нравится так вот такой вид шикарный смотрите шикарный вид вот у нас что друзья вот вы видите такое место нам с вами улыбаются пиво в разлив видите тут шесть сортов пива в разлив тут мы и пообедаем наталья у тебя дрон есть говорят да я взяла с собой дрон дорогой дрон у тебя хорошие мне сын подарил на рождество последний прошлый раз я его еще осваиваю если мало уже конечно он со своей камерой своей камерой 1080 качество я теперь снимаю дома все что над домами ну то есть это прикольно это прикольно да говорят когда мы еще полетаем я говорю скоро то мне тоже вот говорят вы чего почему без дрона сегодня не знаю будем запускать или нет мы можем попробовать но ты знаешь что я думаю это не везде можно запускать но если близко аэропорт то нельзя но здесь я думаю нет то есть люди там править и знаешь не высоко мне очень нравится прикольная штука в дроне ты можешь настроить так что ты идешь а он за тобой и вот это мне нравится знаешь есть такой анекдот прямо вот так почти и про дроны вот такое я бы сказал у нас даже творец кипа штан крокодилы участвуют значит солдат спрашивает у держал а правда говорят что проходили металли тот говорит петров битву ты чё вообще чё скажи крокодилы могут летать из не птица я не знаю сайта вот то есть лейтенант говорит что летают ты пойми петров они они конечно летают но не ехать не птица вот что я заметила как прошлый раз а света с винсентом не могут наговориться а мы с тобой все время болтаем то есть мы два блогера а света с винсентом в серии обменят какой-то информации он у тебя как два блогера информации очень интересно это тоже теперь нас но она 3 выведет раз неделю по средам у нее стримы у нее какой-то знаешь какую-то пробку из нее вышибла и она вдруг стал этим стримом вообще это очень интересно ну во всяком случае вот у нее произошел такой перелом понимаешь это не всегда было люди сами задают тебе тему и ты отвечаешь давай посмотрим на меню я хочу чтобы наши зрители посмотрели на меню друзья я не знаю что вы увидите вообще что в кадр попадет не знаю но я хочу что вы видели чего тут есть это вино и пиво пока что ну да вино и пиво вот наталья объясни что такое это значит тебе дают два заодно то есть один бокал допустим стоит 6 долларов да тебе за 6 долларов 2 бокала вина как мы не пил на нас это но это ограничено по времени это не в любой момент время до 12 до 6 до вот 2 до 6 с 2 до 6 то есть когда народа много нет суббота и воскресенье хайпи хайпи-хайпи вина не придется бобить your friends you listen yes how would you explain of the idea of happy hour happy hour in a restaurant the restaurant and the restaurant is a happy hours to sit down have fun usually it's after work please come here with your friends have a few drinks so if you have one drink you get the other one free so it's a little bit cheaper for you but is it is limited in time it's not like Нет, обычно это от 4 до 7. Но, наверное, они делают это, потому что они не имеют полную комнату, чтобы больше людей. Да, это для людей, которые приходят после работы. Например, после работы, они говорят, ну, давайте поймем пить и пить. Окей. В некоторых местах дороговато. А вот, например, на Happy Hour пойдешь, и там может быть очень-очень доступненько. Причем в таких шикарных, роскошных местах. У меня, кстати, для вас вопросы есть. Но не на вашу камеру, а на мою. Сегодня я сделала лайв-стрим перед тем, как поехала с вами встречаться. Говорю, еду к Портновому встречаться с Портновым, а они мне там вопросов задавали. И она записывала их. Поэтому ко мне идите на канал, ответы слушайте.